МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. И холодно, и голодно. Учащиеся средние школы в селении Усмейюрт у Бабаюфтовского района остались без питания и отопления. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стопроцентное трудоустройство. Презентация первой бизнес-школы Бессом на базе ДГУ прошла на экономическом факультете ВУЗа. Моя отчизна. Выставка работ молодого художника-самоучки под таким названием открылась в Махачкале. Карантин объявлен в 9 образовательных учреждениях республики. Об этом сообщает Роспотребнадзор Дагестана. Число детей, не посещающих занятия по причине болезни, в общеобразовательных учреждениях превысило 20%. Учебные и воспитательные процессы приостановлены на срок не менее 7 дней. В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике остается неэпидемиологической. А вот в селении Усмейюрт Бабаюфтовского района другие причины не посещают учебное заведение. Школьники остались без горячего питания и отопления. Директор школы неоднократно обращался в администрацию района с просьбой о помощи, но вместо чиновников на проблему отреагировали активисты ОНФ. Подробности у Луизы Раджабовой. Нет, это не встреча выпускников. Сегодня звонок на урок не для учеников, а для их родителей. Они прекрасно понимают, что в таких условиях учиться нельзя. Их детям в школе и холодно, и голодно. Ведь и тепла нет, и до столовой далеко. Вот построили школу, сделали открытие, отпустили детей, но нету здесь ничего. Мы не можем такую школу пускать детей. Скорп, полшадки нету вообще. Ничего нету. Вот, например, данный момент. В помещениях в классах холодно. С января месяца в классах холодно. Дети уже болеют, дома лежат. Мы не можем такие холодные классы детей пускать. И мы не будем пускать. В Усмейюртовской школе Бабаюфтовского района вместо оценок домой приносят температуру и кашель. Частичный срыв учебного процесса произошел из-за отсутствия отопления. Котлы вышли из строя еще 28 января. За пробелы в знаниях 800 учащихся переживают не только родители, но и сами учителя. И мы, конечно, по программе отстаем от других. Другие занимаются. Совсем холодно у нас. Батарейки совсем теплые или же совсем они холодные. Директор неоднократно обращался в администрацию района с просьбой выделить средства на покупку нового котла. Однако, по его словам, многочисленные обращения чиновники предпочитают не регистрировать. Отправляют сюда неоднократно своих замов. Отправляют посмотреть, почему здесь холодно, почему отопление не работает. Они все время приезжают, как будто они принесут сюда тепло. И оставляя тепло, они уезжают. Недавно приезжал из Роспотребнадзора, с приборами измерили тепло в класс-помещениях. И они категорически отказывают. И просили, и сказали, чтобы сюда детей не запустили. Путь к обеду для маленьких детей был экстремальным. По словам родителей, время трапезы проходило в аварийном помещении, пока не обвалилась стена. Однако, после этого никакие меры для решения вопроса с обеспечением детей горячим питанием так и не были предприняты. Наши дети с первого по четвертого класса идут сюда кушать. Многие из них отказываются. В слякот, в грязь. Они не хотят сюда идти. Это вообще ужас. Внутри даже невозможно зайти. Там и крыша, там все. Весь хлам, весь вартак у нас здесь. Мы не хотим, чтобы наши дети ходили вот в этот хаос, одним словом. По поводу горячего питания и пищевлока мы обращались в Министерство строительства и руководство района. До сегодняшнего дня вопрос не снят. Она остается актуальной на сегодняшний день. Наша съемочная бригада решила озвучить все накопившиеся у граждан вопросы и задать их чиновникам администрации Бабаюртовского района. Однако в их труднодоступные кабинеты мы так и не попали. Сколько еще будут мерзнуть школьники? Вопрос открытый. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Бабаюртовский район. Работодатели теперь смогут проверить справки о судимости через приложение. Таким образом, у работодателя появится возможность проверять подлинности справки о наличии либо отсутствии судимости. Это можно будет сделать через считывание специального QR-кода, установленного в мобильном телефоне. Справки будут изготавливаться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок. В Дагестане могут временно запретить вылов кутума. С каждым годом объемы добычи кутума снижаются. Наука объясняет это уменьшением распространенности этого вида. Возможно, связано это с тем, что вылов рыбы проходит в нерестовый период с февраля по апрель. Министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиулла Карачаев уже поручил проработать вопрос о временном запрете вылова кутума, чтобы увеличить популяцию данного вида рыб. Презентация первой бизнес-школы Бессом на базе ДГУ прошла на экономическом факультете ВУЗа. Бизнес-сообщество Махачкалы является одним из первых проектов, ориентированных на получение студентами практических навыков в сфере предпринимательства. Это хорошая возможность для учащихся университета подняться по карьерной лестнице и даже открыть свой бизнес. Уникальность бизнес-школы в том, что, закончив ее, выпускники имеют стопроцентную гарантию трудоустройства на площадках бизнес-сообщества. Мы отбираем путем тестирования вас, потом обучаем выходные в течение 9 месяцев и потом стопроцентно трудоустраиваем. Такого рода аналогов у нас в республике нет. То, что касается, почему мы интегрируемся сегодня в университет и на базу экономического факультета, это объясняется тем, что большинство наших выпускников, желающих учиться в нашей школе, это выпускники экономического факультета или люди, которые там учатся. Поэтому я думаю, что было принято абсолютно правильное решение, согласование с вашим ректором. Благо у вас уже совершенно новое время, новые вызовы, новые от вас требуются задачи. И, что самое важное, от вас действительно сейчас требуется не просто качество характера, но и действительно требуется компетенция. Дело в том, что сейчас может показаться таким большим глубоким заблуждением для вас, если вы поймете, что вот там людей оценивают по эмоциональному интеллекту, уже не про IQ. «Моя отчизна» – выставка работ молодого художника-самоучки под таким названием открылась в Махачкале. Хаджимурат Магомедов черпает вдохновение в образах родной природы, любуясь незамысловатой сельской жизнью. Работы, от которых веет теплом и спокойствием, увидела Алина Багилова. Ей слово. На его картинах изображены традиционные мотивы. Итюды о жизни в горах, натюрморты, пейзажи, картина природы родного края. У нас столько интересных мест, столько интересных гор, селений, что одна на другую не похожа. Своебразная красота. Образы на его картинах переносят нас на извилистые улочки аула, во двор горского дома, поляну за селом, с которой открывается вид на пастбище и террасы, клочки земли, отвоеванные у суровых скал. По словам художника, он изображает на картинах все то, что вызывает в нем ностальгию, пробуждая добрую память детских лет о родных местах. Действительно, сегодня открыл для нас мир чудес, мир открытий, мир своей малой родины, мир тот, который дорог всем нам. Хаджимурат Магомедов – радиотехник по образованию, фотограф по основному виду деятельности и художник-любитель по призванию. Живописная манера Хаджимурата отличается насыщенной цветовой гаммой. В его работах присутствуют все характеристики наивной живописи. Непосредственный чистый взгляд на окружающий мир, уравновешенная композиция, яркий колорит. Он мой соотечественник, и мне приятно, что есть такие люди, которые так красиво рисуют. Алина Багила, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. В Дербент приедет академический десант для определения реального возраста города. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте Хезрия Бакаров. Двое известных по всем мире и в России специалистов-археологов приедут в республику. Академики и член коры Российской академии наук Леонид Беляев и Владимир Седов в скором времени посетят Дербент. Они намерены подробно изучить крестово-купольные сооружения, а также все исторические здания в городе. Это позволит выяснить реальный возраст города и восстановить историческую справедливость. По словам Хезрия Бакарова, так Дербент станет более привлекательным для туристов и перестанет быть одним из самых туристически недооцененных городов России. И о спорте. Махачкалинис Мурад Рамазанов дебютирует в крупнейшей ММА-лиге Азии. Свой первый поединок на турнире One Championship. Боец проведет 28 февраля на турнире в Сингапуре. Выйти на этот бой 24-летний Рамазанов согласился всего за две недели до его проведения. Соперником непобежденного дагестанца, имеющего в активе титул чемпиона мира по ММА и 8 побед в профессионалах, станет спортсмен из Южной Кореи Мюнхо Бе. Оппоненту бойца клуба Duck Fighter 33 года, а за плечами у него более 20 боев. Напомним, что свой последний бой Махачкалинис провел на турнире GFC в Краснодаре, где удушающим приемом одолел иранского бойца. В Кизель-Уртовском районе прошел турнир по армрестлингу среди любителей. Соревнования в селе Стальское посвятили памяти воинов-дагестанцев, погибших в Афганистане. В борьбе на руках сошлись 60 человек. Это в основном выходцы из района, а также гости из соседних муниципалитетов. Сильнейшего определяли в четырех категориях. Организатором турнира выступило молодежное объединение Кизель-Уртовского района. Участников на открытии приветствовали религиозные деятели и именитые спортсмены. В упорном противостоянии два золота выиграли рукоборцы из Буйнакского района. Еще по одной медали высшие пробы у представителей Махачкалы и Доходаевского района. Всех призеров наградили денежными премиями. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин